Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня обсудим такую криптовалюту, как Dash. Мне многие просили делать почаще по ней ролики, но сегодня очередной ролик для любителей, может даже фанатов или фанатиков, в том числе Dash. Многие ждут возвращения хотя бы на ту же пресловутую тысячу долларов, да? Хотя мы в этом году достигали там 500-600 баксов. Ну, в принципе, вполне это возможно, когда будут произведены полные разлоки, но сегодня я расскажу, когда же это все-таки случится. Так вот, интересный момент. У нас, получается, вышла новость по Dash, что, соответственно, вот у нас якобы Doggy или Shiba приносят Letter4u, и, соответственно, стейкинг добавят наконец-то на Dash, якобы, и это такой проброс был у нас еще 27 июня. Вполне все может быть. Не знаю, напишите в комментах, где-то добавили стейкинг, ну, кроме Binance, я имею в виду вот этого, который там незначительный, да? Вот, а также они добавили в этот же день пару, получается, на P2P к Binance, Dash к весу. Не знаю, что это за страна, напишите в комментах. Вот, поэтому по поводу, соответственно, различные ноды они добавляют, то есть, all-time high. Напишите, типа, что вы думаете, bullish или bearish. Ну, логично, что сейчас bearish, то есть, медвежий рынок, потому что логично, что все падает и Dash вслед за остальным криптовалютным рынком. Ну, новости, как видите, на регулярной основе они постят, добавляют какие-то метрики, то есть, и в целом, я думаю, данный проект будет еще жить. И они вот пишут, что это P2P у нас криптовалюта, и можно оплачивать при помощи нее различные услуги. Так вот, по поводу самого Dash, разлоки до какого года, вплоть до 2026 года у нас будут произведены полные разлоки по Dash. Поэтому, раньше данного срока, я предупреждал, что в долгосрок лучше подождать. Многие этого не замечают, многие не видят этот график и не считают нужным его видеть и не хотят. То есть, они думают, что, соответственно, токен там будет расти тогда. Он может расти и без разлоков, и рост до этого, какие проблемы. Но нужно понимать, что у нас 57% монет в обороте, и это достаточно один из ключевых показателей. Я понимаю, что есть комьюнити, он может выстрелить, как до этого, в 2020-2021 году, и без разлоков, хотя там разлочено монет еще меньше было. Я это все прекрасно понимаю. Это может быть и памп, может быть и на 1000 долларов, может быть даже на 2000, на 1600 и т.д. Вот, и выше. Поэтому, это может быть и вне зависимости от разлоков. Но, кстати, интересный момент, что вот здесь вот у нас были пиковые объемы. И, скорее всего, крупный капитал. Часто я замечал на CoinTrader, на вот этом сайте, что, соответственно, у нас крупный капитал палится. И здесь были за вот эти вот 4 дня довольно-таки сильные объемы выкуплены, скорее всего. И крупный капитал вот здесь вот спалился. Я не думаю, что он просто так купил, чтобы якобы купить здесь и зафиксировать минус вот здесь, минус там 40-50%. Но это же бред-бред. Поэтому, вернемся ли мы на отметки там вообще 16-го года, к те же там 16 долларов, я думаю, навряд ли. То есть, у нас здесь ключевой уровень вот здесь вот находится. И, как мы видим, мы возле него болтаемся. Если мы, конечно, пробьем 40 баксов, тогда мы можем улететь вплоть до вот этих отметок. Но напоминаю, как у нас было по Аде Кардана, нас могут вполне запросто удерживать. И никакой проблемы в этом нету. Поэтому я особо не обольщался на этот счет, что мы там улетим там тут за дно. Но, в принципе, все может быть. Но, опять же таки, ребят, не надо питать иллюзией, что вам дадут откупить самые нижайшие отметки. Это, конечно, бред-севые кобылы. Потому что ждать, что Dash вам дадут по доллару, и вы потом скинете его по 1600 и заработаете там сверхприбыли, станете миллиардерами. Ну, во-первых, ликвидность нужна, да. И многие не соображают. Многие же продают еще по маркету, а не лимитом. Потому что по маркету сразу цена обвалится, и крупный капитал так и делает. Как он бьет по стопам, то есть он кидает заявку по маркету, и, соответственно, все вот эти лимитки, что стоят, они пробиваются. Цена улетает либо вверх, либо вниз. Вот как работает крупный капитал, если кто вдруг не знал. Поэтому Dash стоит ли на текущем этапе приобретать? Ну, пока у нас неопределенная ситуация. Я все-таки еще повыременил бы по поводу именно Dash. Вот, так как он сейчас валится вслед за биткоином. То есть у нас в ближайший месяц-два-три решится уже, либо мы уходим в медвежку затяжную, либо, соответственно, у нас уже к концу года мы увидим новое all-time high, либо хотя бы возвращение на те же отметки, ну, как минимум на те же там 30 тысяч долларов по битку. Это уже будет все понятно и ясно, я думаю, в ближайшее время. Ну, относительно ближайшая. Минус 90% коррекция. Если взять здесь, это вообще там у нас минус 97. Поэтому, пошли мы к такой жирной зоне поддержки. Если мы все-таки ее пробьем, вот эти вот 40 баксов, то, конечно, можем улететь намного ниже. Но если счесть вот это все за длительное такое накопление, да, и не брать в расчет, что даже тут был памп, ну, вот это вот накопление потом может выстрелить мощно наверх. И накопление, по сути, уже у нас идет здесь порядка сколько? Порядка 5 лет. Да, порядка 5 лет. Поэтому, если вы готовы ждать на долгосрок вплоть до 2026 года, что Dash выстрелит, за это время вы сможете насобирать огромнейшую позицию. И, соответственно, потом это все дело реализовать наверху. Но даже реализовать по те же тысячи долларов, это уже 30 иксов. То есть, думайте, даже если вы закупились на те же там, я не знаю, 100 баксов, это уже будет 3000 долларов. Почему бы и нет? Я не говорю, что именно придется ждать до 2026 года. Может быть, и раньше выстрелит. Но если рассчитывать на то, что мы сделаем там перехай, и сходим даже выше 2000 долларов, там кто-то ждет 5-10 тысяч долларов. Это, скорее всего, уже в 2026 или, вероятнее всего, после 2026 года. То же самое, как с халвингом, да, то же самое с разлоками. И плюс у нас по дешу, ну, как мне писали, там каждый год, по-моему, или чуть ли не каждый месяц халвинг. И за счет этого уменьшается награда за блок. И, в принципе, у нас последний халвинг был, получается, по-моему, 3 июня, насколько я помню, но могу ошибаться. Вот, один из последних. Поэтому такие мысли, такие дела. Dash я держу в долгосрок, буду его тоже накапливать. Я верю в данную криптовалюту. Плюс она анонимная, плюс мы платежи от Нетфликса добавляли и различные другие. То есть, они продолжают работать над проектом, что-то постить, как-то вести твиттер. То есть, они не забивают, как остальные проекты, как тот же iOS. Ну, по iOS у меня был отдельный ролик на канале. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Продолжаем холдить Dash, накапливать его. Ну, и, соответственно, в долгосрочной перспективе я говорил, что лучше накапливать его как минимум год, ждать роста, а то и дольше. То есть, если вы готовы ждать 4-5 лет, 10 лет, но заработать сверхприбыль, и за это все временно собирать огромнейшую позицию, и потом реализовать ее даже по той же тысяче или там 2000 долларов, то можно будет заработать сверхприбыль. Если не готовы, ну, тогда не было смысла лезть. А если вы думали, что вы там зашли, и Dash моментально, типа, вы зашли вот здесь, и через месяц он выстрелил сюда, может ли такое быть? Может, но вероятность очень мала. Вот. Поэтому такие мысли, такие дела. Да, вероятность мала, такие мысли, такие дела. За их мы молчатком.